Приветствую вас, Елена. Значит, вы задаёте свой вопрос вот в таком ключе, да? Значит, почему от меня уходят парни? Почему от меня уходят мужчины? Но давайте подумаем. Если вы сами не знаете, почему они от вас уходят, да? Хотя уходят они от вас. Если вы сами этого не знаете, то откуда, как это можем знать мы? Отсюда вопрос. Почему вы, как бы это сказать, отдаёте психологам возможность гадать, почему от вас уходят парни? На мой взгляд, это очень важный момент, почему вы позволяете именно психологам гадать над тем, почему от вас уходят мужчины. Мне видится ситуация так, что в первую очередь нужно вам самой спросить себя о том, почему это происходит. То есть, проанализировать, подумать, собрать, ну, скажем так, собрать информацию по данному вопросу. И уже после этого будет понятно, что с вами, собственно говоря, происходит. Вот. То есть, вот ситуацию можно описать именно так, что вы, как бы, перекладываете здесь ответственность. То есть, не зная, не зная, почему от вас уходят мужчины, не зная этого, да? Вы перекладываете эту задачу на нас. Вы спрашиваете, а почему у меня не получается выстраивать отношения у нас? Ну и причин может быть много. Причин может быть много. Значит, родительский блок, который у вас имеет место быть, например. Например, это могут быть неуверенности в себе, комплексы и так далее. Может это быть и отсутствие женской модели поведения, которая, ну вот, женская модель поведения, которая есть у вас. Понимаете? Может быть и такая история. То есть, очень много может быть моментов. Могут быть, например, ваши желания, которые не позволяют вам, допустим, ну, не позволяют вам добиваться своих целей, именно из-за того, что это слишком значимо. То есть, для вас слишком, ну, чересчур значимо, например, быть в отношениях, ну, с мужчинами. Вот. И отсюда, соответственно, может быть проблема, но мы этого не можем знать, потому что мы не знаем вас. Понимаете в чём дело? И отсюда я хочу, чтобы первое, что вы для себя решили, именно первый момент, важный момент, это, значит, то, что вы сами готовы делать для того, чтобы эту проблему решить. Ну, то есть, грубо говоря, вы хотите просто узнать, почему они могут от вас уходить, например. Или вы хотите построить отношения с мужчинами, например. Если первое, то я полагаю, что в таком случае нужно анализировать и, значит, исходя уже из анализа, можно будет делать выводы относительно того, что, собственно говоря, с вами происходит. Если вы хотите просто узнать, значит, почему, то я полагаю, что вам, мои коллеги уже довольно, ну, довольно много и довольно подробно об этом, обо всём рассказали. Ну, вот. Значит, что я хочу вам добавить с позиции, именно вот чисто, ну, позиции чисто гендерной, да, с точки зрения взаимоотношения, скажем так, полов. Значит, мужчины уходят от вас, потому что, а, не видят в вас женщину, и б, не чувствуют себя с вами мужчиной. Ну, то есть, мужчина рядом с вами не чувствует себя таковым. Да, то есть, для мужчины, вообще любого мужчины, очень важно чувствовать себя именно мужчиной. Ну, вот. Для любого мужчины важно это. И если мужчина не чувствует себя таковым, то, соответственно, он и будет уходить от такой женщины. Вот. Причём, эта женщина совершенно не обязательно плохая. Вот. Она может не быть плохой. Она просто может по ряду моментов, да, ему не подходить. То есть, это зависит от именно предпочтений мужчины в контексте женщины. То есть, это зависит от того, грубо говоря, какая женщина мужчине нужна рядом. Вот. И может ли она дать ему возможность почувствовать себя мужчиной. Исходя из этого, можно задать вопрос о том, какие критерии у вас выбора мужчины. То есть, как вы выбираете мужчин, по каким критериям вы их выбираете и так далее. Соответственно, насколько хорошо вы, ну, грубо говоря, чувствуете мужчину. Да, то есть, насколько хорошо вы его ощущаете, насколько хорошо вы понимаете желания мужчины и так далее. То есть, все вот эти моменты, они очень важны, если вы хотите разобраться в своей ситуации, которая с вами происходит. И какая вы женщина, это тоже очень важный момент. Потому что, если, например, вы считаете, что должны быть, например, ну, что женщина должна быть, допустим, равной мужчине, да. То есть, ну, что она такая же, как и мужчина в своих правах, что она равнобрана ему абсолютно. То, соответственно, если вы встречаетесь и выбираете мужчин, которые придерживаются взглядов других, например, что женщина ни в коем случае не равна им. Ну, соответственно, у вас, конечно же, ничего не получится. Это понятно. Потому что разные представления о том, какими должны быть отношения между мужчиной и женщиной. То есть, для начала нужно определить, какая вы женщина. Какая у вас модель женского поведения. Что она, эта модель представляет из себя. Вот. И вот тогда уже вы сможете сказать, сами причем сможете сказать довольно легко, какой мужчина вам нужен, с каким мужчиной вам будет хорошо в отношениях. И мне представляется так, что это совсем не сложно. Совсем не сложно увидеть данный аспект. Вот. Другое дело, если вы затрудняетесь, например, с критериями мужчин, да. То есть, какой мужчина вам нужен. Другое дело, если вы затрудняетесь с тем, какая вы женщина. И так далее. Если такая проблема есть, то ничего страшного. С этим вам можно будет помочь. С этим вам можно будет подсобить. В процессе бесед, в процессе консультаций с вами можно будет этот вопрос решить. И, то самое главное, получить ответы на эти вопросы. Ну, это опять же зависит от того, хотите вы или нет работать в этих направлениях. Вот. И хотите ли вы решить проблему, или вы просто задали свой вопрос, чтобы получить на него как можно больше ответов. Но, тут ведь нужно понимать, что у каждого психолога, у него, например, своя школа. Да. Кто-то психоаналитик, кто-то психолог личности, кто-то транзакционный аналитик, кто-то гештар-терапевт, кто-то, там, когнитивный психолог и так далее. И каждый будет рассматривать вашу проблему именно со своей точки зрения. И я полагаю, что вот сколько психологических школ, столько и проблем. И получается, что у вас проблем ровно на столько раз больше, насколько больше психологических школ. Это не совсем правильно. Поэтому надо изгодить из того, чего вы хотите. Для чего вы задали этот вопрос. И дальше уже из этого строить дальнейшую стратегию корректировки вашего поведения. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.